ребят съемочка у нас по выколачиванию второго шкварня прошла удачно вернее выколотил я его удачно в общем короче без сани и так ребята в общем вот она сапфа в общем покажу вам чаще сделал короче здесь посадочное место у меня было не очень сейчас я вам покажу блин короче сейчас увидите вот видите цапфа вот посадочное место и и вот это вот вот было так сказать не очень были тут раковины от старого подшипника пришлось наварить эти вот двух местах получу по кругу прошелся и полностью зашлифовал подготовил здесь вот тоже было чуть смято здесь вот тоже напильником подработал часто поверхность в принципе видите ровная без всяких тут ну есть конечно вот она видите вот она козявка вот это вот но подшипник садится больше так что думаю не помню особо не повлияет также вот здесь вот сейчас вот еще наждачку возьму мелкую наждачкой пройдусь вот это вот все вот новый комплект готовый вот так вот вот он весь комплект все шейбы шейбы пока нам не нужны подшипник нам не нужен нам нужен шпуре и новая втулка с подшипниками вот вот что нам надо это старая обойма ей будем забивать видите у новой есть вот такой вот вот такие вот заходики вот они и вот отсюда вот я ее сверху буду забивать так что ты вот видите мешается вот вот подточить надо видите бугорок было бы конечно бею снизу бы заводил внутри да но блин это нереально это очень сложно сделать поэтому хотя можно можно попробовать но сверху лучше вот здесь вот сальники потом в конце вот снизу там вот установится два сальника они у нас тоже в комплекте есть так вот они вы их особо не увидите потом в общем как это все собирается сначала ставим вот эту вот эту вот бронзовую сюда втулку верхняя часть потом немножко ее можем подработать напильником так чтобы шкворень вошел в нее видите у шкворня здесь есть проточка вот я вам показывал еще вот этой проточка выходит в эту втулку потом когда вошли уже начинаем ставить вот эти вот наши конические подшипники снизу уже подбивать ну и потом вот здесь поставим уплотнительное вот этот вот колечко да и вот здесь вот принципе ничего такого нету сложного и все ребят на этом будет сборка завершена сегодня уже поставить ее не успею так как жидкого азота нету наверное завтра если сегодня успею все подготовить ну и скорее всего завтра уже ее соберу скачьте лайки и подписывайтесь на их лайк и подписывайтесь на наш каналnoапс капрjekt и подписывайтесь на мой канал о мой канал оalta я вам играю на мой канал и Итак, ребят, в общем, а здесь смотрите, когда мы забиваем, смотрите, здесь когда втулку забиваем, оставляем место, и оставляем место вот здесь для сальника, а здесь смотрите, чтобы вот проще вам ориентироваться, да, как это, как, да, это оставить. Так, сейчас я открою комплект и покажу вам. Итак, смотрите, вот это вот, вот это вот, такая вот херня должна стоять вот здесь, а видите, вот, и стопорным кольцом четко прижиматься, а с той стороны должно стоять вот это вот, видите, уплотнительное колечко, в общем, короче, сальник. Можно забить сальник, видите, сейчас я его, наверное, ну, пока нет, пока не буду забивать, в общем, еще, еще чуть-чуть есть просадочка, прям децл, видите, вниз мы ее сейчас сюда чпонгс, и все. Можно прям даже вот по вот этой вот пробивать, чтобы было понятно. Ну вот, все, ребята, примерно вот так вот, и все, прям четко. И вот так, давайте, собираем. Репертизм совершенно, как я уже начал забивать, я подшипник, и... И... Рассказываю, вот, на москопе сентября, вот, как у меня первый раз не получилось, я сейчас... А вот, вот, наверх, ну, вперед, пусть мы... Но уж, Борьк, вот он, вместе у нас, его устанавливаем, если бы он сам открутился, по крайней мере, включу, это тоже, получается, я немного... Его значительно, старая, чуть-чуть, доPeople, отсюда, там, нет. ci днеем, что он корень, ты сидит, но не совсем и плохо. Прикоска, нормально. Горько на москопе сентября, по-друге, сутки забивают, И вот так вот потихонечку забиваем Только когда стоит шкворень Ребята, если шкворня у вас не будет Все подшипники высыпятся И подшипник может зайти криво Поэтому только так Только так и по-другому никак Так вот берем, вставляем И удар Так, еще разок Идет, 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 идет Идет, причем таки очень даже хорошо Ну, конечно, надо не переусердствовать с этим делом Вот так вот Конечно, вдвоем это, конечно, намного удобнее Если кто-то будет держать Кто-то будет Все это дело Тогда Ну, а я вот так вот потихонечку пробиваю Не спеша И Все у меня садится на свои места Ну, шкворень, конечно, уже не так легко сейчас будет крутиться Естественно Он может вообще Не крутиться уже, перестать крутиться Но Только так это все работает Можно молоточком Но молоточком, конечно, дольше Кувалдой быстрее Ну, и пойдет, в принципе Вот так вот Уже почти зашел Осталось совсем чуть-чуть Так Вот он уже теперь Получается Сравнялся Видите, с этой Опять же Так Шкворень сейчас у нас там Ну, очень крепко сидит Достаточно крепко Мы его потом будем дальше выбивать Сейчас Помним, что у нас Так же ставится вот этот вот сальник Уплотнительное токо Вот с внутренней стороны Ставим его Так же я еще не поставил С той стороны Будем ставить Вот видите Вот здесь поставлю Когда шкворень выбью Его аккуратненько забью И так же забью С нижней стороны Пока Пробиваем еще Где-то Наверное Миллиметров Так У нас вот эта вот Планка Пять миллиметров Ну, миллиметров шесть Наверное, надо пробить Потому что там еще будет устанавливаться Такая есть Специальная Вот Сейчас я вам найду Вот Такое кольцо Оно Наверное, даже два миллиметра Нет, один миллиметр Ну, оно Знаете для чего? Оно для того, чтобы Я так думаю Как Если Ну Выработки нет Вы можете поставить А у меня, видите Сейчас выработка Поэтому я даже посмотрю Может быть я его и ставить не буду Сразу поставлю Получается Уплотнительное колечко Пойдет у меня И за ним уже пойдет Вот это Непосредственно Вот эта вот Шайба Пробиваем молотком Для того, чтобы Сильно глубоко Не утопить его Иначе Если мы кувалдой Начнем долбасить То он у нас Вообще Пролетит мимо Какое бывает Ну, идет Он идет Потихонечку Можно даже Чуть-чуть Шкворень Чуть-чуть Больше туда Вот так вот Это сделать Ну и выколол Видите Втулка Она у меня тут Всякая же Побилась Поэтому так Печально идет Ну, видите Не идет Значит Берем Посерьезней Аргумент Пару ударов Пару контрольных ударов И все Заходит Ребят Привез я Азот Сейчас будем Поступать Точно так же Как поступали С тем Шкворнем Сейчас я его Извлеку Из нашей Цапфы Так Протру Протру И Опустим его Жидкий азот Уже вторая сторона Ребят у нас Собирается Пока он охлаждается Мы будем Заниматься Подготовкой Цапфы Так У Валда Нужна будет Нам потом Сейчас Вот он Наш Прекрасный Азотик Нужно его Видите Замерз Сейчас Нам его Надо Немножечко Немножечко Так сказать Открутить Очень холодный Очень холодный На самом деле Так Так Что ли Потихоньку Пошел Так Уже его Меньше Чем Было И потихонечку Мы заливаем И закрываем Так И этот Закрываем Все Нужно Обязательно Закрыть Так Этот Мы ставим Сюда Накрываем Шапочкой Так Этот Вот сюда Все Теперь Готовим Цапф Теперь Вот сюда Нам нужно Собрать Все Вот эти Вот Наш Весь Комплект На бумажке Пока Сейчас Положим Подшипник Не знаю В нем Смазка Своя Какая-то Там Есть Я туда Ничего В принципе Никакую Смазку Там Так Вот эти Сальники Сюда Сейчас Уберу Чтобы Нам ничего Не мешало Доставить Надо Чисто Шайбы Все Заводницы Все Потом Вот у нас 9 шайб Ребята Из них Нам надо Одну Только Вот сюда Вверх Поставить Видите Отверстие Сейчас Будем Примерять Какую Из них И поставим Так Вставляем Цапфу Теперь Вставляем Сюда Ай Неправильно Поставил Вот я Ну так Главное Все делать Очень аккуратно Чтобы Ничего Не потерять Видите Она даже Не стоит Так Теперь Вставляем Вниз Подшипник Вот этой Стороной Вниз Так Вот Смотрим Видите Примерно Какая У нас Толщина Так И Вот я Вот так Делаю Так Видно Вам Толщина У нас Вот Вот здесь Вот Ребят Сейчас Я Увеличу Вот Вот так Ровненько Поставили И Вот здесь Смотрим Какая Толщина И Меряем Кольцо Малое Более Менее Ну Так Это Стильно Тонкое Вот это Вот Померяем Вот это Вот Прям Должно Быть Оно Так Это У нас Можно Штангелем Мерить Это Вот Толстая Видите Ну Как бы Хотя Ну Сейчас Попробуем Блин Ещё Вытащить Так Сложно Так Сейчас Выберем Вот Примерно Что у нас Что Из чего Вот Это Вот Малое Так Вот Это Вот Нет Это Толстая Это Вот Малое В принципе Они все Практически Одинаковые Там Сотые Какие То Вот Так Вот Подвернулось Мне два Вот этих Вот Кольца Вот Видите Вот Одно Толще Другого Сейчас Попробуем Сначала Потолще Потом Потоньше Поставим Так Вот И Ещё Вот Этой Стороной Стоит Довольно Таки Неплохо Стоит Довольно Таки Неплохо Теперь Надо Это Я взял По-моему Самая Толстая Ребят Потому Что Выработка У меня Там Очень Большая Ещё Раз Проверю Самые Толстые Кольца Так Не Не Самые Я взял Вот У меня Самая Вот Ещё Толще Сейчас Я его Ещё Попробую Всё Это Дело Вот Так Вот Немного Ага Ну Можно Попробовать Сейчас Попробую Вот Это По-толще Пойдёт Не Пойдёт Так Сейчас Мы Чем Можем Его Вытащим Его Ещё Не Так Просто Снять Видите Оно Прилипает Как будто Это Уже Как родное Запомнили Вот Это Толкать Пробует Толкать Ну Не Это Конечно У нас Сильно Жёсткое Наверное Будет Сейчас Попробуем Попытаюсь Я его Так Теперь Надо Нам Отцентровать Да Кстати С ним Уже Поинтереснее Намного Сейчас Моего Опа Да С ним Должно Быть Нормально Это Люфт У нас Ребят Когда Это Всё Соберётся Этого Люфта Но Можно Сказать Не Будет Я Вам Так Могу Это Сказать Можно Сказать Его И Не Будет Так Мы Это Всё Дело Так Вот Ровненько Ставим Надо Чуть Криво Так Поставить Вот Так Вот Так Мазут Так Ну Всё Сейчас Ровненько Устанавливаю Его Чтобы Чтобы У нас Наш Корень Замечательно Вошёл Без Всяких Проблем И Уже Вот Где-то Так Да Вот Так Всё Сейчас Корень Спокойно Засунем Вроде Ничего Не Забыл Так Потом Домкратом Поддомкратим Мы Естественно Сейчас Немного И Уже Будем Сейчас Я всё это Лишнее Уберу А было Ребята Если Видите Вот такое Вот Колечко Видите Не сильно Толстое Но Сами понимаете Я же там Снял Фаску Поэтому Такой Уже Мы не можем Поставить Так Сейчас Это Спокойненько Всё Убираем Заливаем Ещё Азот И Запихиваем Так Что Начинаем Процесс В общем То В принципе Уже Можно Пихать Хотя Нет Вот Он там Так Хорошо Охлаждается Ребята Что Хочется Его Ещё Поохлаждать Хотя Уже Наверное Сколько Я его Собираю Пока Туда Сюда Я думаю В принципе Уже Можно Начинать Но Всегда Есть Маленький Страх Как Это Всё Пойдёт Как Это Всё Будет Скворня Кстати Итальянские Ребята Итальянские Ставлю Скворня Так Так Ну Набираемся Сил Мужества Ну Что Кувалдой Надо Работать Очень Быстро И Хорошо Поэтому Так Вроде Дождик Собирается Поэтому Начинаем Собирается Собирается и ребят самое главное домкрат пошел дело домкрат видите он даже сам домкратом заходит даже ничего бить не надо хорошо охладили а теперь вот чуть-чуть чуть-чуть надо пробить переставляем домкрат чуть-чуть так и поехали что-то плоховато он идет так это у нас кусочек сальника который был так еще разок для полного счастья он уже заледенел сейчас я вам покажу еще пару контрольных ударов так так и я думаю этого предостаточно все сейчас пока туго будет ходить потому что там лед сейчас я вам покажу как это все дело здесь выглядит здесь видите у нас лед уже отходит балка белая так фух вот смотрите видите хорошо я прям пробил можно сказать главное видите вот эта втулка ее больше рвет ну жрет когда мы ездим поэтому главное ее ребята надо поглубже забить в общем все шкварень на месте все отлично будем скоро собирать вот такая была замена шкварней и Продолжение следует...